друзья всем привет невероятно но свершилось самое интересное самое главное мы находимся в автомобиле kia k900 моя главная задача помочь кириллу найти ответы на те вопросы которые он обозначил кирилл привет и я тебя еще раз поздравляю приветствую давай попробуем понастраивать здесь есть очень много разных кнопочек насколько понимаю сидение урегулируется в двух направлениях нижняя часть и верхняя я буду я постараюсь сесть так чтобы сидеть тебе пол оборота и вот подниму свою эту вещь возьму свой инструмент и буду готов начинать с тобой работать сегодня погода солнечная я смотрю тут есть всякие такие приятные аксессуары виде шторки заднего стекла и шторки боковых можно им подключать по сути сегодня мы находимся как бы в мини офисе пожалуйста расскажи немного себе кто ты чем ты занимаешься и вот почему ты написал собственно говоря вот в комментарии пост к вопросу мое основное поле профессиональной деятельности это коммерческий банк я занимался розничным бизнесом сейчас все что связано с розничными клиентами зарплатные проекты кредитования и так далее вот сейчас я работаю в чуть меньшем да но наверное в более даже актуальному сейчас до с точки зрения рынка банки вот это банка скб я значит отвечаю за часть розничной сети курируем дополнительные офисы вот все что связано с самими офисами да то есть то что связано с работой управляющих этими офисами если для тебя для руководителя важен личностный рост важен ли личностный рост для твоей команды для каждого из них безусловно важен тогда получается мы с тобой подходим к некому пониманию тому что вот как правильно развиваться через развитие человека то есть первая часть ты как проводить должен развивать и себя и свою команду возможно что развитие личностного роста она больше приоритетно для твоих подчиненных имеется ввиду топов возможно там руководители этих отделений или замов у сотрудников может быть несколько другая мотивация вспоминая вот пирамиду масло наверное это где-то вот такие базы фундаментальные вещи обеспечение семьи безопасность так вот двигают все-таки это лидеры ты и твои руководители каким важным инструментом ты как руководитель должен обладать я думаю что это вопрос на коммуникации коммуникации конечно вот сегодня самый популярный инструмент управления становится бизнес коучинг именно не консультирование когда ты говоришь как происходит все время сегодня управлять людьми иди сюда делать то задача руководителя сегодня лидер современного двадцать первого века отказаться от консалтинга виси то есть консалтинг виси коучинг идти в коучинг для того чтобы человеку дать возможность самому прийти к решению который а его изнутри но который а б тебя удовлетворяет поэтому каждый из твоей команды раскроется и тебе удастся возможность подать дать им это представление если попробую сейчас сделать что-то нам было чуть попрохладней потому что стало тепло на улице у меня даже есть вентиляция сидений ты знаешь когда я разговариваю с руководителями в многих компаниях я достаточно часто поразить каждый день в разной компании некоторые из них говорят у нас нет HR департамента некоторые говорят что у меня нет времени нет ресурсов там или еще что-то на самом деле инструменты управления и инструменты развития они находятся под рукой очень важно прежде чем запускать информацию очень важно подумать инфраструктура по которой может достучаться до каждого чтобы зажечь каждого отдельного сотрудника в первую очередь это должна быть своя себя и зажечь своих команд и так самое простое это скопировать ссылку на какое-нибудь интересное видео и как говоря отправить ее по часу что еще как я уже обозначил я ты учусь в данный момент да вот то есть это первый очень важный канал коммуникации давай вот черпнем воды из этого колодца два или три раза в неделю вот и каждый день что-то полезное ты можешь оттуда почерпнуть само собой хоть одну мысль ты точно сможешь один день унести абсолютно точно я предлагаю тебе если ты можешь это сделать готов ли ты дать нам обещание что каждый день идя на свои занятия ты будешь какую-то интересную мысль которая явно важна рассылать свои отделения создать систему непрерывного обучения развития твоих коллег достаточно легко если ты используешь просто элементарно и смотришь вокруг что лежит создать систему легко это я говорю в моей голове система а вот как бы ты простроил эту систему постоянного апдейта развития человека вот как бы ты ее себе видел вот из каких элементов бы она состояла как часто вот просто расскажи если представь что тебе стояла такая задача я думаю что фундаментально нужно выбрать каналы получения информации да то есть это или или радио ну вот или подписки на популярность сейчас телеграм-каналы да или подписки на социальных сетях на паблики от профильных специалистов вот и прям ежедневное 3-5 минутное просматривание контента на тему того что произошло в мире интернет или технологии превратили книгу в электронную просто в ссылку которая может открыть и передать книгу становится легко это раньше нужно было идти в библиотеку взять книгу то же самое с лекциями лекция есть как записанные а можно также и записывать лекции и если ты говоришь что ты сам хочешь на и ходишь на и беев знаешь очень много а мало того ты рассказал своей информации о том в своей карьере что ты работал сам на рядовых позициях то есть тебе никакого труда не состоит придумать или разработку это курс где и ты бы стал профессором условно говоря для своего коллектива чтобы правильно и продуктивно развивать нужно формировать желание развиваться 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 самому и развивать свои как сделать так чтобы клиент захотел постоянно развиваться и обновлять свои потребительские привычки клиент пользуется сегодня по привычке какими-то услугами и мы должны помочь ему не только помочь но у нас еще и планы стоят продаж например выполнить эти планы для того чтобы в новые привлечь его к новым условиям там и так далее и тому подобное мы понимаем что первое когда клиент готов идти на изменение своих потребительских привычек это интерес решение его потребностей именно это первое а второе мы видим что сервис это такие три главные шкалы это отношение компании к этому клиенту это а решение его потребностей и это да точность подбора продукта под его запросы сейчас во франции происходит такое понятие как президент макрон проводит уникальную акцию такой не было с порядка там 200 лет во франции великая консультация когда полтора миллиона консультантов были привлечены во франции для того чтобы понять чем сегодня народ франции не доволен в области управления и в рамках каждой мэрии каждого участка были созданы такие моменты когда люди приходили и рассказывали что они хотят от государства и вот сейчас идут великие прения когда они обрабатывают эту информацию и потом видимо президент франции будет высказывать некую новую свою политику в отношении вот что очень такой прям проективный подход да но это на самом деле очень простой консалтинговый прием когда ты берешь и просто клиента спрашивают что тебе нужно поэтому говоря просто мнение да возвращаясь к вопросу как человека используя постоянные клиентские предпочтения сдвинуть на другое нужно как мы говорим вызвать у него интерес да и создать классный сервис вызвать интерес может лишь только тогда когда ты четко понимаешь что человеку нужно угу что бы ты сделал как один из профессоров высшей школы экономики говорит что работа руководителя заключается в том чтобы из большого неизвестного вопроса трансформировать его в перечень понятных и понятно как решаемых действий прекрасно скажи нам доволен ли ты результатами да роман доволен как результатами так и своими новыми познаниями о коучинге все что главное это люди развиваем людей ответственность за развитие людей это ответственность управляющего ответственность руководителя менеджера твоя ответственность который руководит этими людьми потому что всегда хочется сказать что это кто-то должен развивать людей очень важно понять что это твоя ответственность это моя личная ответственность то есть очень важный алгоритм да роман спасибо прям это было бы полезно большое тебе спасибо спасибо огромное да вот и мы насладимся еще поездкой в автомобиле kia k900 для того чтобы доехать довести тебя до твоего офиса ты можешь продолжить свой рабочий день спасибо огромное роман